народ всем привет с вами как всегда я литию мастер и ваши говорящие за кадром руки и сегодня мы с вами поговорим про правильный заряд кислотных автомобильных аккумуляторов не торопитесь выключать от видео те кто думают что они абсолютно все знают про процесс заряда такого аккумулятора уверяю вас каждый из вас в этом видео найдет для себя что-то полезное видео ожидается длительная со всеми подробностями поэтому запасайтесь кофейком насыпайте себе печенюшек и мы начинаем для того чтобы картинка была более наглядной возьмем одного из подопытных кроликов на примере которого я вам буду показывать как и что надо делать с аккумулятором во время заряда сегодня у нас в роли аккумулятор для издеваний выступает сегодня у нас в роли аккумулятора для подзарядки выступает аккумулятора ком на его месте может быть абсолютно любой никакой разницы в этом нет и так начнем сейчас большинство из людей которые используют автомобильные кислоты аккумуляторы наивно полагают что эти аккумуляторы в течение всего срока эксплуатации не требует абсолютно никакой зарядки стационарным зарядным устройством и это одно из главных заблуждений заблуждение это активно подпитывается заявлениями производителей которые говорят что их prise аккумулятор не требует никакого обслуживания так вот это тоже одно из главных заблуждений вся необслуживаемость такого аккумулятора сводится к тому что в нем процессе эксплуатации не требуется контролировать уровне электролита в элементах и также не требуется соответственно подливать дистиллированную воду У большинства аккумуляторов, в отличие от этого, даже нет сверху крышек для налива 10 литров на воды. Все, на этом вся необслуживаемость аккумулятора заканчивается. Ни один из производителей аккумуляторов не заявляет, что аккумуляторы не требуют периодической подзарядки. Любой аккумулятор, независимо от того, по какой технологии он изготовлен, требует периодически, чтобы его подзаряжали зарядным устройством. Это существенно продляет срок службы аккумулятора. Если взять два одинаковых аккумулятора и поставить их в два одинаковых же автомобиля, которые эксплуатируются по одинаковым маршрутам в одинаковых условиях, но один из аккумуляторов поставить и забыть про него, то он прослужит, скорее всего, 3-4 года максимум. Иногда бывает, что аккумулятор служит даже год-два. А второй аккумулятор, если его подзаряжать хотя бы дважды в год зарядным устройством, способен прослужить в тех же самых условиях эксплуатации, ну как минимум 5-6 лет. А практика вообще показывает, что такие аккумуляторы способны служить даже по 8-10 лет. И только, допустим, в прошлом году я показывал вам видео, на котором у меня выступал в роли подопытного кролика аккумулятор, которому уже на тот момент было 10 лет от роду, а в этом году ему исполнилось 11 лет. И этот аккумулятор до сих пор в строю и прекрасно себя чувствует. Почему? Потому что он постоянно, то есть с определенной периодичностью, подзаряжается зарядным устройством. Итак, когда следует заряжать аккумулятор? Есть на самом деле всего лишь несколько, буквально, наверное, 3 показания к такому заряду. Первое. Любой аккумулятор, еще раз уточняю, любой, я не занудствую, просто чтобы вы поняли, потому что реально многие слушают и у них слова пролетают насквозь через уши, информация в голове не задерживается, в комментариях потом я постоянно читаю одни и те же вопросы. Поэтому третий раз говорю, любой аккумулятор, который эксплуатируется на автомобиле, надо минимум дважды в год заряжать зарядным устройством. Это перед зимним сезоном эксплуатации и после зимнего сезона эксплуатации. Дело в том, что какой бы у вас не был автомобиль, какой бы там не был мощный генератор, какое бы напряжение он не вырабатывал, независимо от того, насколько часто вы пользуетесь автомобилем, независимо от того, насколько длительные у вас поездки, у вас всегда аккумулятор на автомобиле будет недозаряжен. Недозаряд аккумулятора на автомобиль приводит к тому, что пластины аккумулятора покрываются сульфатом свинца. Чем дольше аккумулятор находится в недозаряженном состоянии, тем большая площадь пластин покрыта сульфатом свинца. Страшного в этом ничего нет, сульфат свинца сам по себе является следствием разряда аккумулятора, и все эти процессы полностью обратимые. Но обратимость этих процессов наступает только тогда, когда аккумулятор полностью до конца на 100% заряжен. А на автомобиле этого не происходит никогда. И чем дольше аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем большая площадь пластины у вас будет покрыта сульфатом свинца. Тем более крупные кристаллы сульфата свинца будут на пластинах, как следствие все параметры аккумулятора будут ухудшаться. Будет падать емкость и как следствие будет падать пусковой ток. И по закону подлости в один прекрасный зимний день, как правило самый холодный в году, аккумулятор просто будет не способен выдать требуемый пусковой ток для вашего автомобиля. А зимой пусковые токи для запуска двигателя существенно возрастают, потому что низкие температуры, потому что масло в двигателе загустевает, и стартеру требуется огромный ток, чтобы струнуть с места двигатель вашего автомобиля. Поэтому если вы перед зимним сезоном не подзарядили аккумулятор, если вы не удалили полностью весь сульфат свинца с его пластин, если у вас аккумулятор в зимний сезон пошел в работу с наполовину за сульфатированными пластинами, естественно ни о каких заявленных, допустим, там 540 амперах, как в этом аккумуляторе 520, не может и быть речи. В лучшем случае такой аккумулятор зимой у вас при температуре минус 30 будет способен выдать 150 ампер, а этого крайне мало для запуска двигателя. И вы побежите, как и 95% других пользователей аккумуляторов, в магазин за новым аккумулятором. Продавцы аккумуляторов не дадут мне соврать, что 90% спроса на аккумуляторы всегда идут в зимние и холодные месяцы, потому что аккумуляторы резко перестают запускать двигатели автомобиля. Именно потому, что их своевременно не подзарядили. Это по поводу осени. Почему требуется подзаряжать также после зимнего сезона? Потому что на автомобиле, я уже сказал, аккумулятор полностью недозаряжается. Зимой он находится еще в очень сложных условиях эксплуатации. Аккумулятор постоянно подвержен крайне низким температурам, а при таких условиях эксплуатации зарядное напряжение для хоть какого-нибудь вменяемого заряда надо существенно повышать. Большинство автомобилей не имеет термокомпенсации зарядного напряжения на генераторе. Соответственно, зимой аккумулятор на автомобиле еще хуже заряжается. И весной, допустим, в середине апреля, если взять фактическое состояние аккумулятора, то он находится в более плачевном состоянии, чем на момент осени. То есть полгода назад, когда его первый раз заряжали. Но так как весной уже температура высокая, морозов уже нет, больших пусковых токов двигателю не требуется для запуска, то аккумулятор, кажется, внешне, ну, вроде как бы работает, проблем с запуском нет. И многие думают, что, соответственно, подзарядка не требуется. Ведь все в порядке, двигатель быстро запускается. Зачем его подзаряжать? Вот это не так, абсолютно не так. И аккумулятор обязательно в начале апреля, середине апреля, то есть тогда, когда уже по ночам нет отрицательных температур, можно с автомобиля снять и нормально, полноценно дозарядить, подзарядить. Ну, правильно это вообще называется дозаряд, потому что он находится в недозаряженном состоянии. Поэтому запомните, два раза в год обязательно перед зимой, то есть начало-середина октября и после зимы, то есть начало-середина апреля, аккумулятор надо заряжать зарядными устройствами. Этот момент запомнил. Второе. Аккумулятор, помимо заряда в межсезонье, иногда, в зависимости от условий эксплуатации, требует подзаряда и в летние месяцы. Если у вас очень короткий поезд, если аккумулятор не успевает полностью зарядиться, либо у вас очень слабый генератор, а потребление тока на автомобиле очень большое, либо же у вас генератор не совсем исправен, сейчас мы не будем касаться этих вопросов, мы говорим только про подзаряд аккумулятора, но бывает такое, что зарядное напряжение на генераторе крайне низкое, и аккумулятор даже летом постоянно находится в недзаряженном состоянии. Как понять, что аккумулятор требует заряда? Ну, вообще, по-хорошему, если у вас есть мультиметр, то достаточно, допустим, раз в месяц снимать, не снимать, точнее, открывать капот, на автомобиле этих крышек нету при эксплуатации аккумулятора, у вас и так клеммы будут открыты. Достаточно раз в месяц открывать капот, накидывать на клеммы аккумулятора щупы мультиметра и смотреть, какое напряжение аккумулятор показывает через примерно 10-12 часов после последней поездки. Если это напряжение находится выше 12,5 В, то подзаряд аккумулятора не требуется. Однако, если спустя 10-12 часов после поездки или более, вы видите на клеммах аккумулятора ниже напряжения, чем 12,5 В, обязательно требуется немедленный подзаряд аккумулятора. Немедленно, еще раз говорю, не надо с этим тянуть. Чем дольше у вас аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем сложнее потом будет вернуть ему изначальные заводские параметры. Поэтому не надо думать, что если у вас напряжение выше 12 В, но ниже 12,5 В, то все в порядке, можно ездить. Нет, это абсолютно не так. И еще одно из самых главных заблуждений, и я вообще считаю на самом деле, что то, что вы видите на этом аккумуляторе, это не польза, это больше вред. Для тех, кто не в курсе, поясняю, про что я говорю. На большинстве современных аккумуляторов имеется глазок, который показывает состояние заряженности аккумулятора. Сейчас вы, допустим, можете видеть, что глазок светится у нас с зеленым цветом. Это говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен. Ну, по крайней мере, так заявляет производитель аккумуляторной батареи. Однако, если кто не в курсе, объясняю. Во-первых, это никакой не индикатор электрический, как многие думают, думают, что действительно это какая-то лампочка, и она вам зеленым цветом светит изнутри. Нет. Это обычный шарик, уплавок, который настроен на определенную плотность, который просто при наборе электролитов определенной плотности всплывает и через световод, на такую небольшую трубку, отсвечивает вам вверх своим как бы зеленым нутром. Проблема в том, что часто производители настраивают плотность этого шарика на плотность электролита примерно 1,23-1,24. И аккумулятор, который находится в недозаряженном состоянии, он может быть заряжен всего на 60-70%, уже имеет такую плотность, достаточную для того, чтобы этот шарик всплыл и начал отражаться в световоде. Пользователь смотрит, шарик зеленый, наивно полагает, что аккумулятор заряжен и не подзаряжает его. Вот поэтому говорю, это одно из самых главных вредительств, которые придумали производители аккумулятора. Зачем? Да потому что им выгодно, чтобы вы никогда не дозаряжали аккумулятор, чтобы у вас как можно быстрее вышел из строя, и вы пришли к ним же за новым же аккумулятором. Я вам могу банально показать, что этот ориометр, как бы он, на него влияет даже положение аккумуляторной батареи. То есть, смотрите, сейчас аккумулятор наклонен в одну сторону, и все у нас светится зеленым цветом, вроде бы кажется, все в порядке. Но если, допустим, я возьму аккумулятор и наклоню его так, чтобы... Здесь надо еще понять, в какую сторону просто идет трубка. Можно наклонить в определенную сторону. Вот, вы видите. И сейчас глазок уже стал черным, потому что шарик, который находится, он убежал по своему каналу в бок, и его становится не видно. То есть, бывают такие ситуации, что у вас автомобиль стоит на пригорочке каком-нибудь, вы смотрите, и вам шарик отсвечивает черным цветом, кажется, что аккумулятор недозаряженный, наоборот, разрядился, а при этом с аккумулятором у вас может быть полный порядок. Ну и, соответственно, наоборот. Как я уже сказал, там 1,23-1,24 плотность, а он вам показывает зеленый цвет. Люди думают, что все в порядке с аккумулятором, не надо его подзаряжать, и на этом очень и очень сильно обжигаются. Никогда не ориентируйтесь на показания этого глазка. Если вы купили аккумулятор, и у вас присутствует этот глазок заряженности, вообще от греха подальше заклейте его непрозрачным скотчем, чтобы он вам глаза не мозолил и не водил вас в заблуждение. И существует еще третье показание к немедленному заряду аккумулятора. То есть к немедленному, это на полном серьезе я говорю о том, что если этот случай произошел с вашим аккумулятором, надо не то, что зарядить аккумулятор через какое-то время, а надо именно в этот же день его снять, отнести домой и поставить на зарядное устройство, подключенное к розетке. То есть не заряжать аккумулятор генератором. Этот самый случай называется полный разряд аккумулятора. То есть когда вы попытались запустить двигатель вашего автомобиля, у вас ничего не вышло, и аккумулятор полностью разрядился. Даже если вы в этот момент прикурили ваш аккумулятор, даже если вы смогли завести двигатель автомобиля, проехали какое-то расстояние с этим аккумулятором, доехали, допустим, до дома, попробовали повторно запустить двигатель стартером автомобиля, и у вас двигатель запустился, это не говорит о том, что ваш аккумулятор зарядился. Да, какую-то часть энергии он себя, естественно, взял, но он находится на этот момент времени в таком крайне плачевном состоянии по уровню заряда, что говорить о том, что ему не требуется подзарядка стационарным зарядным устройством, вообще никак, вообще не применимо, в общем, к нему это. Обязательно надо снять аккумулятор и его подзарядить. Если вы оставите аккумулятор на автомобиле в таком крайне плачевном состоянии, это чревато тем, что у вас большая часть пластин просто неминуемо и окончательно покроются сульфатом свинца, и в дальнейшем все характеристики аккумулятора будут настолько низкими, что полноценная эксплуатация аккумулятора будет практически сразу же невозможна, либо в течение ближайшего времени. Поэтому, если один из трех озвученных случаев у вас произошел, наступила либо осень, либо весна, либо вы видите напряжение ниже 12,5 вольт, да, кстати, про напряжение 12,5 вольт хотелось бы еще уточнить. Не всегда удобно, либо не всегда вообще у людей есть мультиметр, то есть не всегда получается постоянно измерять напряжение именно на клеммах аккумулятора. Есть такая прекрасная вещь, как индикатор напряжения в бортовой сети автомобиля. Включается такой индикатор в штатное место прикуривателя, очень удобная функция, стоит он, ну, буквально рублей 150-200, то есть довольно-таки недорогое устройство, и у вас перед глазами всегда будет актуальное состояние аккумулятора перед запуском двигателя. Как только вы включили зажигание вашего автомобиля, у вас загорается этот индикатор в прикуриватель, и вы видите, какое напряжение в бортовой сети в данный момент времени у вашего автомобиля. То есть вы, опять же, видите, есть ли у вас напряжение ниже 12,5 вольт, это вам прямо показывает на то, что надо аккумулятор с автомобиля снять, отнести домой и подзарядить. Все, про случай, когда надо это сделать, мы закончили. Как и где стоит подзаряжать аккумулятор? Надо ли вообще снимать его с автомобиля? Ну, по хорошему счету, по большому счету, да, надо. Потому что на автомобиле полноценно, опять же, вы никогда не зарядите аккумулятор. Хотя бы по той самой причине, что температура зарядки аккумулятора должна, то есть та температура, при которой аккумулятор должен заряжаться, должна составлять от 20 до 25 градусов, где-то в этом диапазоне. Если температура будет ниже, чем 25 градусов, то при нормальном напряжении заряда, 14,4 вольта, у вас, опять же, не произойдет полный заряд аккумулятора. Потребуется температурная компенсация напряжения заряда. То есть надо высчитывать, насколько повысить напряжение, для того, чтобы аккумулятор зарядился при более низких температурах. Вряд ли кто из вас умеет этим заниматься, вряд ли кто из вас имеет достаточно знаний и имеет те зарядные устройства, которые позволяют это осуществить. Поэтому просто не берите это в голову. Гораздо проще аккумулятор поместить в требуемую температуру. Ну и плюс, когда вы заряжаете аккумулятор на автомобиле, вы не можете полноценно контролировать процесс заряда аккумулятора. Поэтому все-таки это надо производить под вашим же наблюдением. Как зарядить аккумулятор, если, допустим, на улице морозы и температура, опять же, не соответствует требуемой? После того, как вы занесли аккумулятор домой, если на улице зима, конечно же, аккумулятор надо отогреть минимум в течение суток, 24 часа, потому что аккумулятор имеет очень большую массу, в данном случае 15 килограмм, и будучи занесенным в дом при температуре минус хотя бы 10-15 градусов, будет набирать комнатную температуру не менее, чем 24 часа. Вспомните, если вы доставите из морозилки с температурой минус 15 килограмм мяса, то он у вас размораживается как минимум 10-12 часов до комнатной температуры. Здесь масса в 15 раз больше, поэтому время, которое требуется на разогрев аккумулятор, существенно дольше. Многие делают фатальную ошибку, приносят аккумулятор домой, сразу же ставят его на заряд в холодном состоянии, естественно напряжение такого аккумулятора сразу максимально возрастает, потому что сопротивление аккумулятора в таком состоянии крайне высокое, и полноценного заряда опять же не происходит. Что же делать, если у вас нет такого большого количества времени, которое требуется только лишь для того, чтобы аккумулятор отогрелся? Есть один лайфхак, но это, скажем, даже читерство небольшое, но в принципе пользоваться им не запрещается. Если вам надо максимально быстро зарядить аккумулятор, а перед этим максимально быстро его отогреть, набираете в ванной по уровню верхней крышки аккумулятора, ни в коем случае не выше, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия аккумулятора, вот по этому уровню набираете в ванну воды температурой примерно 40-45 градусов, то есть так, чтобы рука человека эту температуру спокойно держала, и на ощупь она была теплой, но не обжигающей. И помещаете в такую ванну аккумулятор примерно на час-полтора. За полтора часа при температуре 45 градусов в воде аккумулятор полностью прогревается примерно до температуры плюс 20, то есть до той температуры, при которой его уже можно полноценно заряжать. Еще раз говорю, обязательно следите за тем, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия, в противном случае вода у вас попадет и внутрь аккумулятора. После того, как вы отогрели аккумулятор, довели его температуру до требуемой, можно подключать зарядное устройство. Если у вас на аккумуляторе есть крышки, как в данном случае, наверное, у вас возникнет вопрос, а надо ли откручивать эти крышки, потому что раньше при зарядке аккумулятора всегда эти крышки люди откручивали. Нет, никогда сейчас на всех кальциевых либо гибридных аккумуляторах, даже если есть на них крышки, откручивать их не требуется. Дело в том, что все современные аккумуляторы давным-давно уже оснащаются центральными газоотводными каналами. Отверстия для отвода газов есть на большинстве аккумуляторов либо с двух сторон, как в данном случае, либо с одной стороны. Но этого в любом случае хватает для того, чтобы полноценно отводить те газы, которые образуются при заряде аккумулятора. Более того, в этих газоотводных отверстиях установлены, как правило, пламя-гасители, поэтому если в процессе заряда аккумулятора происходит какая-то нештатная ситуация, у вас происходит какое-то искрение, не дай бог, конечно, вокруг аккумулятора, не переживайте за то, что у вас аккумулятор разорвется. Ни в коем случае, потому что пламя-гаситель просто не даст пламени, которое может образоваться наружу аккумулятора, попасть внутрь аккумулятора, и, соответственно, те частички водорода, которые обязательно образуются в банках аккумулятора при заряде, они просто не взорвутся. Именно по этой причине крышки откручивать также не стоит, чтобы у вас не происходило скопление газов. Хотя, это я вас пугаю по большому счету, при заряде аккумулятора сейчас никакие газы, никакие запахи не выделяются. Современные кальциевые аккумуляторы при заряде нормальным напряжением с 14,4 В вольта в принципе не подвержены кипению, в них не происходит процесс электролиза, поэтому взрывоопасные газы и запахи, кстати, тоже не выделяются. Аккумуляторы спокойно можно заряжать, а в живых помещениях, если вы не будете превышать требуемые параметры по напряжению, ни запахов, ничего у вас не будет, за это не переживайте, ковер вы не прожьете кислотой, жена вас потом не убьет, соответственно. Наверное, один из самых важных моментов. Какое зарядное устройство выбрать для зарядки аккумулятора? Я всегда рекомендую выбирать зарядное устройство, которое имеет регулировки как по зарядному току, так и по напряжению. Это идеальное зарядное устройство, оно мало того, что универсальное, позволяет заряжать абсолютно любые аккумуляторы с абсолютно любым напряжением, потому что регулировка, как правило, имеется от 3-4 вольт до 16-18, то есть вы можете заряжать и небольшие аккумуляторы 6-ти вольтовые для каких-нибудь детских автомобилей, любые другие аккумуляторы, которые умещаются в этот диапазон по напряжению. В принципе, такие зарядные устройства более гибкие в настройке и позволяют, в общем-то, выставлять любые требуемые вам настройки. Но, если вы не занимаетесь профессиональным тестированием аккумуляторов либо восстановлением аккумуляторов, наверное, функционал такого зарядного устройства для вас будет излишен. Поэтому допускается приобрести зарядное устройство, которое не имеет регулировки по зарядному напряжению, но надо обязательно учитывать два фактора. Во-первых, на таком зарядном устройстве обязательно должен быть регулятор тока, потому что зарядный ток аккумуляторов всегда зависит от его емкости. А так как вы зарядное устройство покупаете не на один, не на два года, а, скорее всего, на много-много лет, то аккумуляторы, которые вы им будете заряжать, у вас будут иметь всегда разные емкости. Соответственно, ток, который на них надо подавать во время заряда, всегда будет разным. И если в данном случае аккумулятор 60 Ач, значит, его надо заряжать током 6 А, то следующий аккумулятор у вас может быть емкостью 80 Ач, если вы купите себе какой-нибудь большой внедорожник. Также бывают аккумуляторы и даже на 100 Ач, а значит, зарядный ток уже нужен будет в 10 А. Если вы совершите ошибку и приобретете зарядное устройство, который не имеет регулировки тока, то как вы собираетесь правильно заряжать аккумулятор? Никак. Поэтому изначально отбросьте сразу из своего выбора все зарядные устройства, которые имеют на своем корпусе только несколько лампочек, не имеют никаких крутилок, никаких кнопок для настройки, никогда не рассматривайте к приобретению такие зарядные устройства. Только с регулировкой тока. Должна быть крутилка, которая позволяет вам выставить ток от 0 А и до максимального, на который рассчитано зарядное устройство. Это во-первых. А во-вторых, такое зарядное устройство все равно должно иметь хотя бы какие-то минимальные настройки по зарядному напряжению, либо изначально иметь правильное зарядное напряжение. Поэтому, если на аккумуляторе есть переключатель, который позволяет вам среди прочих режимов выбрать один режим, где напряжение будет в диапазоне от 14,4 до 14,8 В, то такое зарядное устройство вам подходит. Либо же, если изначально никаких регулировок в зарядном устройстве нет, но есть при этом настроенное с завода напряжение, которое также попадает в диапазон от 14,4 до 14,8 В, то оно также подходит для правильной зарядки аккумуляторной батареи. Вот эти моменты при выборе зарядного устройства также обязательно учитывайте. Стоит ли пользоваться при зарядке аккумулятора ариометром? Ну, в принципе, я на этот вопрос ответил в начале видео, сказав, что большинство аккумуляторов давно должны неотслуживаемые и не имеют никаких отверстий для долива электролита, для долива дистиллированной воды, прошу прощения, для контроля плотности электролита. Если вы не профессиональный аккумуляторщик, не нужны вам никакие ариометры, не надо разводить все это вознюю с кислотой, достаточно только зарядить аккумулятор. Я сейчас укажу, с какими параметрами. Больше в вашем случае по большому счету ничего не требуется. Воду доливать также не требуется ни перед зарядом, ни после заряда, ни в коем случае. Поэтому про эти моменты также забудьте. Самое главное, как производить заряд аккумулятора? Почему-то именно этот вопрос у большинства вызывает какие-то сложности. Для меня это даже удивительно, но в принципе, я допускаю, что люди разные, и не каждый может знать все эти нюансы. Я уже сказал, что зарядное устройство должно соответствовать напряжению в диапазоне от 14,4 до 14,8 В. Поэтому, если у вас зарядное устройство с предустановками по напряжению, выставляйте предустановки на это напряжение. Если же у вас зарядное устройство с полностью ручными регулировками по напряжению, соответственно, выставляйте на нем 14,4 В. Это ограничение по напряжению. До этого напряжения будет заряжаться ваш аккумулятор. Какой выставить ток на зарядном устройстве при заряде аккумулятора? Тут все еще проще. На аккумуляторе всегда указана емкость в ампер часа. В данном случае это 60 Ач. Производитель, как правило, и большими цифрами это указывает, чтобы пользователь издалека видел, какая емкость у аккумуляторной батареи, которую он собирается приобретать. Ну и также уже более мелким шрифтом, но все равно всегда указывает, какая емкость аккумулятора. Здесь даже подписано АЧ, чтобы было понятно. 60 Ач. Так вот, запомните, зарядный ток для любого кислотного аккумулятора всегда составляет 10% от его емкости. Если 60 Ач аккумулятор, значит это будет 6 А. Если 80 Ач, значит 8 А. Если 100, значит 10 А и так далее. 10%. 14,4 В – 10%. Как подключать зарядное устройство? Вначале подключаются клеммы на аккумуляторную батарею, не включая зарядное устройство в сеть. Для чего это делается? Для того, чтобы при подключении клемм у вас случайным образом не проскочила искра между зарядным устройством и клеммой аккумулятора. Поэтому вначале накидывайте клеммы, ну естественно плюс на плюс, минус на минус, только потом включаете зарядное устройство в сеть, выставляете требуемые параметры на зарядном устройстве и включаете само зарядное устройство, если на нем есть кнопка включения. Если таковой кнопки нету, то в принципе после выставления требуемых параметров заряда, зарядное устройство и так начнет заряжать ваш аккумулятор. Отключается все так же в обратной последовательности. Вначале выключаете кнопку на зарядное устройство, выдергиваете сетевую вилку зарядного устройства и только после этого уже отключаете клеммы от аккумуляторной батареи. До каких значений, до вообще сколько, как и когда выключать зарядное устройство? Также этот вопрос очень у многих вызывает затруднения. Аккумулятор заряжается как минимум до тех пор, пока зарядный ток, который выдает зарядное устройство, не снизится до 1% от емкости аккумулятора. Еще раз говорю, от емкости. Все параметры по заряду, они в принципе вообще всегда привязаны так или иначе к емкости. И если зарядный ток у вас составляет 10% от емкости аккумулятора, 6 А в данном случае, то падение тока должно составлять до 1% от емкости аккумулятора. В данном случае это будет 0,6 А. Если у вас аккумулятор другой емкости, ну эта цифра будет, как вы понимаете, немножечко другая. Это минимум, до которого следует заряжать аккумулятор. Если у вас будет зарядное устройство с цифровым дисплеем, на нем прекрасно будет видно, какой ток в данный момент времени подается на аккумуляторную батарею. Если у вас будет чуть более дешевое зарядное устройство с стрелочным индикатором, на нем, конечно, уловить момент, когда будет показывать ток менее пола ампера, довольно-таки сложно, но в принципе возможно. Это, как уже сказал, минимальное значение, до которого следует заряжать аккумулятор. Но, если вы никуда не спешите, если у вас есть небольшой запас времени, я крайне рекомендую заряжать аккумулятор до той поры, пока у вас зарядный ток не упадет до нуля, либо, как минимум, не перестанет вообще снижаться. Как правило, на это требуется дополнительно 10-12 часов времени. Иногда, в самых запущенных случаях, когда аккумулятор был сильно разряжен, этот дозаряд, таким небольшим током, может занимать даже сутки и немного больше. Ничего страшного в этом нет, не переживайте, если у вас аккумулятор в такое длительное время будет подключен к зарядному устройству, это пойдет ему только на пользу. Поэтому, если вы никуда не спешите, обязательно дождитесь, пока ток, который подает зарядное устройство на аккумулятор, снизится практически до нуля. Он может составлять буквально 1-10, либо 2-10 альпера. Если упадет до этих значений, это будет великолепно. Поверьте, тем самым, дозарядив аккумулятор до таких полных значений, до такого полного дозаряда, вы существенно продляете ему жизнь. И именно в тот момент, когда у вас аккумулятор заряжается такими маленькими токами, уже вот в самой последней стадии заряда, последний вот этот амперчасы, когда в него влезают, именно в эти моменты в аккумуляторе весь сульфат свинца, который еще на тот момент остается на пластинах аккумулятора, начинает растворяться, переходить обратно в серную кислоту. И параметры вашего аккумулятора существенно при этом возрастают и улучшаются. Дозарядив аккумулятор такими небольшими токами до полного заряда и поставив его последующим на ваш автомобиль, я вам гарантирую, что вы сразу же заметите, даже на слух, как быстро начнет вращать двигатель вашего автомобиля, стартер, который будет запитан вот такой аккумуляторной батареей. Это реально слышно просто на слух, даже людям, которые не особо в этом понимают, потому что полностью заряженный аккумулятор при работе стартера проседает по напряжению где-то до 10-10,5 В, а аккумулятор, который имел неполный заряд при работе стартера, имеет напряжение 7-8 В, то есть стартер при этом существенно медленнее вращает двигатель вашего автомобиля, так как мощность его получается при таком напряжении существенно ниже. Поэтому, когда вы полностью подзарядите, вы, поверьте, порадуетесь тому, насколько быстро будет вращаться двигатель вашего автомобиля при работе от аккумуляторной батареи. По поводу повторного заряда. Если вы, допустим, подзарядили аккумуляторную батарею осенью, как я уже сказал, следует ли из этого, что следующий заряд аккумулятора требуется производить только весной? Нет. Как уже сказал, есть три причины, когда следует заряжать аккумуляторную батарею. И если вы поставили аккумулятор на автомобиль в октябре полностью заряжен, а в декабре, либо в январе, в любом месяце до наступления апреля месяца, видите, что напряжение на нем опять составляет при запуске двигателя, до запуска, точнее, двигателя, 12,5 В, либо меньше, аккумулятор также требуется снять с автомобиля и дозарядить. Естественно, в том случае, если у вас есть для этого возможность, либо время. То есть, стоит понимать, что напряжение упасть до 12,5 В зимой, особенно в низкие морозы, может очень быстро, потому что аккумулятор действительно зимой очень плохо заряжается. Если у вас нет возможности буквально каждый месяц таскать аккумулятор домой и его подзаряжать, ну, конечно же, этого делать не стоит. Все-таки аккумулятор должен на автомобиле работать, а не постоянно стоять на подзарядке. Стоит ли вообще заморачиваться подзарядкой аккумулятор с стационарными зарядными устройствами? Ну, давайте посчитаем, арифметика тут простая. Стоимость одного аккумулятора составляет, как правило, 4-5 тысяч рублей, иногда больше, если мы говорим про аккумуляторы, от хорошего производителя и с довольно-таки внушительной емкостью. Средний срок службы аккумулятора, который никогда не подзаряжается, стационарная зарядка составляет 2-3, реже 4 года. Соответственно, за 10-12 лет вам придется минимум 3-жды поменять такой аккумулятор на батарее. Это 15 тысяч рублей. С другой стороны, купив зарядное устройство стоимостью всего лишь полторы тысячи рублей, вы существенно продляете срок службы аккумулятора. И при совпадении некоторых характеристик, некоторых, как сказать, определенных условий эксплуатации, у вас может произойти так, что аккумулятор за 10-12 лет срока службы не потребует ни разу своей замены. То есть, купив аккумулятор за 5 тысяч рублей и зарядную устройство за полторы тысячи рублей, итого 7,5 тысячи рублей, вы получаете аккумуляторную батарею, которая прослужит вам 10-12 лет. Либо в противовес вы получаете 3 аккумулятора на батарее общей стоимостью 15 тысяч рублей, которые прослужат вам такое же количество времени. При этом за время службы этих трех аккумуляторных батарей вы как минимум трижды столкнетесь с тем, что вы не сможете запустить свой двигатель, соответственно, вам придется прикуривать, снимать аккумулятор, потом бежать в автозапчасти и покупать новый аккумулятор. Иногда, по закону подлости, такие ситуации происходят в тех местах, где нет других людей, от которых можно прикурить. Соответственно, постоянный дозаряд аккумулятора в домашних условиях приносит вам не только экономию средств, но и гарантирует, что вы не останетесь с разряженным аккумулятором где-нибудь в полях зимой в мороз в температуру минус 30 градусов. Поэтому думайте сами, решайте сами, стоит ли вам заморачиваться с зарядом аккумулятора, но финансовая выгода в этом есть, и она абсолютно четко прослеживается. Огромное вам спасибо, что вы досмотрели до конца этот ролик. Сегодня я сказал, наверное, абсолютно все, что хотел сказать про заряд аккумулятора. Надеюсь, информация вам была полезна. Если информация была полезна, лучшей благодарностью с вашей стороны для меня будет лайк, поставленный этому видео, ну, если хотите этому аккумулятору, как пожелаете. Если видео вам зашло, делитесь также с вашими друзьями, которые, скорее всего, имеют автомобили, и также им будет полезно знать, как, когда и вообще, в принципе, чем и зачем надо заряжать аккумуляторную батарею. На этом, наверное, все. Всем огромной удачи. С вами был Литиум Мастер. Ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok